Новый формат работы приобретают социально ориентированные некоммерческие организации. С этого года они получают право привлекать бюджетные средства на выполнение социальных услуг. На методическом круглом столе, состоявшемся в четверг в администрации района, по инициативе общественной палаты, руководители территориальных управлений социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования, налоговая инспекция, отдела статистики, взаимодействующие с общественными организациями, рассказали лидерам НКО, как закрепить за собой статус социально ориентированной организации. С этого года государство готово оказывать помощь гражданам и общественным организациям, участвующих в социально значимой работе на территории, в том числе нашего Щелковского района. Сегодня общественная палата организовала круглый стол, где объяснила, каким условиям должны соответствовать некоммерческие организации для того, чтобы эту помощь получить. Одно из таких социально ориентированных НКО – Всероссийское общество инвалидов. Председатель Щелковской организации ВАИ Владимир Барыкин, в который входит более 6800 человек, не первый год оказывает услуги, которые мы привыкли считать государственными. Наша организация уже второй год занимается и выдает технические средства инвалидам, то есть как социально ориентированная организация. Областная организация наша, а мы подчинены областной организации, уже внесена в реестр вот этих некоммерческих организаций. В данный момент мы работаем вплотную уже давно из социальной защиты, из фондов социального страхования. Мы одна из первых организаций, потому что мы уже занимаемся этим вопросом. Занимаемся мы поддержкой многодетных, малоимущих, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также с пожилыми людьми работаем, с ветеранами, инвалидами. Если будет финансирование еще сверху, потому что сейчас это все только на пожертвование предпринимателей ведется, это будет еще лучше. Я думаю, мы усилим эту поддержку совместную и добьемся больших результатов. Ассоциация многодетных семей Московской области, вице-президентом которой является жительница Щелковского района Евгения Михайлова, занимается перепрофилированием бывшего фриановского детдома под центр помощи кризисным беременным и семьям, попавшим в трудную ситуацию. Организация спланировала свою работу в свете последних изменений в законодательстве. Мы будем не только совместную программу делать с администрацией района, а мы уже обратились и к правительству Московской области, и будем заключать соглашение с профильными министерствами, ведомствами Минсоцразвития, Министерство образования, потому что эта программа предусматривает не только организацию приюта для мамы, дом для мамы, но там и обучение врачей, и обучение специалистов, психологов, юристов, которые будут работать с этими семьями. О деятельности социально ориентированных НКО можно будет узнать из сводного перечня, к формированию которого уже приступили в Щелковском районе. Этим перечнем воспользуется Общественная палата и правительство области для определения конкретных исполнителей социальных услуг. В него войдут некоммерческие организации, отвечающие целому ряду требований, главный из которых – наличие регистрации в налоговых и иных органах и государственных фондах. Районная администрация и Общественная палата в таких вопросах работают в полном взаимодействии. Активисты района приняли сигнал к действию. Поддержка со стороны государства послужит своего рода толчком в развитии социально ориентированных НКО, помощью которых уже сегодня пользуются люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова